Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И знаете, поскольку я блогер, я очень много смотрю YouTube. И как-то вечером у меня наткнулся на видео Михаила Литвина, где он проверял на честность автомойщиков. Знаете, Миша Литвин живет в Москве, а я нахожусь в другом культурном городе. И я подумал, почему бы мне с моим другом Славой Меланхоликом не проверить на честность питерских автомойщиков. История будет такая, я раскидаю, разбросаю по салону всякий мусор и запихну куда-нибудь в уголочек косарь. Прикреплю камеры и посмотрю, насколько же честны автомойщики в Санкт-Петербурге. Поэтому, друзья, вы можете написать комментарий, поставить лайк и не забыть подписаться на канал, потому что впереди реально очень много крутого контента. Так что мы начинаем, а вот слева от меня крейсер Аврора. Ну что, вот этот косарик, который, я надеюсь, нам вернут. Куда мы его положим? Давай его куда-нибудь в бочину? Ну, вот сюда. Не, ну так, наверное, совсем. Как-то вот так вот, наверное. Ну так. Или все-таки думаешь, может быть, вот сюда куда-нибудь, что типа из кармана упало? Ну давай вот так, да. Ну так, как-то более, естественно. Плюс сиденье-то двинется еще. Ну что, спасибо тебе большое, что ты позволил устроить такую в их канале у тебя в машине. Это очень классно. Во-первых, я получил удовольствие. Во-вторых, ребята, вы посмотрите крутой ролик. У меня не особо был выбор, честно говоря. Саша просто сказал, надо снять. Что, первая мойка очень ироничная. Она называется Мустанг. И это, знаешь, напоминает мне какую-то охоту или рыбалку. Вот сейчас мы приезжаем на это место, знаешь, закидываем удочку. И клюнет или не клюнет? Какие у тебя есть ощущения, как думаешь? Думаю, что не возьмут. На самом деле, я надеюсь, что люди в Петербурге, они, ну, честно. Честно. Хочется, по крайней мере, в это верить. Надеюсь, что так и будет. Ну, сейчас проверим. Сейчас проверим. Косарик. Первая автомойка. Тем более, тогда это автомойка в центре. То есть, представляешь, сколько здесь тачек всяких люксов заезжали. Хотя, с другой стороны, в этой автомойке низкая оценка. Очень. Самая низкая. Что-то там 2,4, 2,6. Ну, короче, поехали. Интересно, почему? Из-за качества? А вот сейчас мы и проверим. Ох, у меня, знаете, такое ощущение, что косарик-то они заберут точно сейчас. Ну, короче, мойка самая обыкновенная. Всего 2 бокса, 2 сонных мойщика, которые, я не знаю, возьмут или не возьмут косарь. По их внешнему виду, ну, вполне вероятно, что возьмут. Я не знаю. Сказали, займет 10 минут. Посмотрим. Готово? Супер. О, чистота. Сколько должен? 300. Хороший рифм. Все, спасибо большое. Ну, что, пацаны, он схавал, короче. Забрал косарик. Ох, стоят вдвоем. Сейчас, наверное, этот косарик поделят. Знаете, у меня такое ощущение, что они как будто работают вместе. Сейчас они створки свои закроют. И такие, ебать, братан, поднялись только что на косарь. Такой, знаешь, помахал мне такой, брат, спасибо тебе большое, заезжай к нам еще. Ну, это, конечно, смех. Это, конечно, смех. Первая же мойка. Ой, сейчас расскажу вам, пацаны. Ну, ну, что, первая же мойка, Слав. Проверь. Да, ну, слушай, нет, у них такая... Да нет, ничего. Нет. Слушай, просто у них такие лица были довольны. Ты бы видел, ты такой не помахал. Такой, спасибо большое. Знаешь, типа, приезжай еще. Давай, короче, говорит, еще приезжай. Да, 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 это, конечно, ужас. Прикинь, вот чек, чтобы вы понимали, что это все не фиг, не утка. Чек. Фух, сейчас будем проверять камеры, которые там прикреплены к GoPro. И пойдем. Сейчас она написала, да, писала, все. И пойдем, короче, проверять, да. О, косарик. Он его взял. Да, он его посмотрел. Опа, все. Все. Нету косарика. Косарика, как и не было. Ну, прикинь, ну, жесть, короче. Охуеть. Это жесть, ну, прямо, то есть, смотрите. И сразу скажу, что он мог его засосать пылесосом. Он мог его не заметить, взяв полностью, знаешь, вот эту кучу мусора. Но он его взял, посмотрел, покрутил и убрал к себе в карман, скорее всего. Понимаешь? Самый главный прикол, что этот косарь, он как бы не под ковриком был. То есть, он на таком заметном месте валялся, что как бы, ну, только жадность может погубить человека взять его вот, вот прям вот так откровенно. Ага. Стоит, а можно мне автоматически машину? А, да. А вы не видели, да, за ней там, случайно, 1000 рублей не упало? Не выводилось? Нет, не знаю. Точно? Ну, ну, все, по-моему, очень странно. Такое чувство, что для сзади было 1000 рублей, и как можно уставить прохар? Ну, я просто не знаю. Ну, давайте посмотрим, может быть, там уже не будет? Нет, нет. Я хорошо, не, 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 я коврики положил. То есть, коврики, а, то есть, если коврики, то есть, вероятность того, что вы их туда выбросили, прям нету? Понятно. А если, если я вам покажу камеру, видео смотрю, можно. Хотите посмотреть? Да, пожалуйста. То есть, вы не видели, вы даже не перекажете? Хорошо. У нас в машине стоит камера. Да, у нас в машине стоит камера. И в машине есть, если мы покажем видео, нет? Есть шанс сказать, что дали чайку там, дали, и все, просто. Нет, я вот сразу коврики подклини, сразу упражнение. Дали. То есть, может быть, шланги, да? Ковресот же может быть, спокойно. Понятно. Знаешь, у меня есть такое ощущение, что они сейчас случайно найдутся где-то в мусорке. Давайте еще раз в мусорке посмотрим. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Будет очень иронично, конечно, да, если они тут в мусорке лежат. Ну, странно, нету. Ну, тогда, получается, нету в мусорке нету. О, есть? О, смятый, ничего себе. Ага. Блин, ну, это, получается, наверное, эти, да, деньги? Ага. Это пылесосом засосало, получается? Нет, я все коврики мусор... То есть, по сей моменту все равно говорите, что вы их не видели случайно. То есть, даже в тот момент, когда я говорю, что я могу вам показать сейчас камеру, и прямо где вы видно, где вы... Вот представьте себе, вот у вас какой-то мусор, вот сколько было его. Вот представьте себе, вот, какой-то малюстик, сколько там нет. Я не понял. Ну, хорошо. Мой косарик. Мой косарик, да. Мой косарик, честно, заброшенный. А, нашли? Нашли. В мусорке, прикинь, был? В мусорке. Посмотрите, ваш сотрудник как. Вот косарик, который ищет тут. Тво. Да. То есть, тысяча рублей. То есть, вы говорите, что вы прямо не видели ничего. Вот вы рассматриваете прямо, и прямо убрали. И после этого, конечно, да, вы уже начали брать коврик и убирать весь мусор. Ну, просто я не вижу смысла врать. Нет, я, он... Нет, тут нет смысла врать. Просто сказали бы, да, типа, видел, или да, забрал бы. Нет, я вообще не видел. То есть, по сей день, когда я показывал, подожди, 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 подожди. Это, как называется, я обратно положи. А, обратно положили? Да. А куда обратно ты? Где коврик? Нет, ну, седина, коврик подальше, я у меня... А почему не признаться-то? Ну, как же... Ну, просто, почему не признаться-то? Ну, коврик подальше, а потом вообще не видел, вообще. Не понимаю. Объясняю. Просто и по сей момент все равно отрицаете, что вы их не брали, и с демоками положили туда. Это не красиво. Это не красиво просто своровать тысячу рублей и говорить, что я ее не брал, хотя есть даже видео. Зачем? Просто, ну, зачем? Парни, вы что, это блогеры? Да. Да. Вам делать нефть, да? Да нет, есть что. Снимаем. Точно, заеб-нибудь. Меня не надо снимать. Ладно, сейчас все застыет. То есть, ну, короче, окей, Слава. Ну, все. Тут, в принципе, все понятно. Просто, если бы вы вернули, мы бы этот косарь вам отдали, вы понимаете? Просто, на чай бы отдали. Мне другой день не надо, брат, измени-то. Ну, ладно, окей. Хорошо, спасибо. За контент. Ну, что думаешь? Ну, я думаю, что это очень странно отрицать, когда есть доказательства. Реально, блин, я же надеялся, что в Питере будут нормальные люди. Слушай, ну, это вообще просто какой-то фейл. Ну, ты видел, как бы, на самом деле, они вместо того, чтобы признавать вину или говорить что-то, или даже смотреть, что мог сделать администратор, он мог сказать, типа, ты чего так делаешь, да? А потом уже, да? Ты, типа, зачем, типа, ты, ну, воруешь, все дела, это неправильно. То есть, он взял этот косарь, выкинул в мусорку. Да, 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 я, как я и говорил, сейчас этот косарь найдется, ну, стандартная схема. То есть, блин, после того, как мы ему показали видео, он все равно говорит, нет. Жесть вообще. Просто, это мне, это, это, я не знаю, поехали на другую. Слав, прикинь, в книге Николая Соболева написано, что если... А что ты тут делаешь? Господи, ну, наше шоу 4 плюс 1. Вот это все, как раз таки, с Ником Федоровым, очень интересное. А где это шоу посмотреть? Я думаю, что у тебя под этим видео будет ссылка на этот канал, так что там можно и посмотреть, вот именно эту серию. Я понял, ребята, переходите, смотрите что-то, я ничего не понимаю, почему-то Ваня лежит почти не голый. Пишем, да? Кожа, чтобы ей повредить сухариками. Слава Милохолик говорит, что в коже не повредить сухариками. Только не выливай колосы. Да пускай. Вот сюда тоже запихнем. Вот так, да? Вот четко. Ага. Итак, мойка, на которую мы поедем, называется «Зеленая мойка». И, честно сказать, я на ней не один раз мылся, и там достаточно честный народ. Ну, по крайней мере, они выглядят все очень честно. И там всегда достаточно хорошо мыли. Поэтому я думаю, что на этой мойке деньги точно не возьмут. Ну, процентов на 90 не возьмут, потому что... Ну, это прям популярная мойка, одна из таких прям крутых на районе. Поэтому очень будет интересно узнать, возьмут ли там косарик, который я оставил сзади. Поехали. Не, протирать не надо, просто пропылесосить. Не, ничего, да, просто пропылесосить и... Да, коврики вот эти вот. Сколько время займет примерно? Там можно посидеть, да? Ага. Ну, ладно, я то я пока погуляю уже. И еще что хочу сказать. На самой этой мойке в каждом боксе стоят камеры. То есть, короче, клиент, находящийся в кафешке, там может видеть, как убирает его машину. Ну, вот, я же что сделал? Я не стал сидеть в этой кафешке и ушел на улицу. Поэтому они увидели, что я ушел на улицу и понимают то, что я не вижу и не смотрю камеры. Поэтому большая вероятность того, что все-таки они возьмут бабки. Интересно, интересно. Очень интересно, спрят ли этот косарик или нет. Сто пудово, сто пудово отдадут. Зеленая мойка, это... Зеленая мойка отдадут сто пудово. Ну, здесь, я думаю, что они чуть-чуть поумнее, эти ребята. И, скорее всего, если они уж и заметят, отказали, они его, короче, засосут в пылесос. Потому что, ну, тут два варианта. Либо они честные будут, либо все нахуй. О, выключили пылесос. Сейчас будем смотреть, что там происходит. Там все, да? Смотрю видео с GoPro, прикрепленный. В общем, сейчас будет понятно, что тут происходит. Смотрим. Банку убрал. Банку косарь лежит. То есть, косарь видно. Короче, он запылесосил. Да, он прям рукой, он прям рукой, короче, запихнул этот косарь в пылесос. Но он его увидел. Да, ну, естественно, он его увидел. То есть, прям сто пудово. А кто мне у автомобиля? А мы сейчас красим. Вот не тот справа, чувак, нет? А вот, си, ты, дармин. Красиво. Ну, касайте, кто на автомобиле. А вы сзади не видели? Ничего там не было? Сейчас не валялось? На интервью. Да, может быть, с чайным пылесосом там что-нибудь засосали? То есть, ничего, так, фарики, все, и все, больше ничего? Нет, ничего. Я там случайно косарь отложил, так можно сказать, он упал. Вы сейчас не видели его там? Нет. Точно. Точно. Прям сто процентов нет. Видел бачку, это фариков, это фарики и все. То есть, пылесосом чисто не могли засосать? Ну, могли, конечно, да. То есть, вы точно говорите, да, что прям не видели сто процентов? Нет. Хорошо. А если мы вам покажем видео, где вы прямо видно, что вы видели? То есть, вы... Даже сейчас будете отвергать, что вы этого не делали, да? Сто процентов. Сто процентов. Хорошо. Ну, все, нет. Угу. Хорошо. Ну, то есть, вот так вот не видно было совсем, что-то касается, да? Я говорю, я его не видел. Я вам даже... Ну, пойдем, пылесоси посмотрим, может, он в пылесосе лидит. Ну, что мы... Ну, запылесосили. Видел, не видел, мы же не можем сказать правильно. Я обратил внимание на сухарики, увидел пачку, потом увидел банку. Я это скомкал, отнес мусор. Мне это чужие деньги не нужно, как говорится. Я зарабатываю сам. Ну, ладно. Все, что мы находим, заинтересуемся всегда. Вот ведь и претензию никакую не можешь предъявить, да, по сути? Да. Ну, засосало в пылесос. Засосало в пылесос, ну окей. А какие у тебя мысли? Вот мне прямо хочется, вот поскольку ты со всей стороны наблюдаешь. Сходя из того, что мы видели на GoPro, где, ну, откровенно лежал косарь, откровенно прямо, помимо... Мне кажется, он увидел его, я думаю, что он уже делает это не первый раз. Я думаю, что он давно работает на мойке, и... Ну, то есть, они уже научились делать так, чтобы не подкопаться. Чтобы не подкопаться. С другой стороны, с другой стороны, сейчас мы посмотрели, в каком состоянии этот пылесос. Вот. И ты видел, что это не самое приятное занятие. Да, да, да. С всем этим делом. Вот. И, ну, как бы... Ну, никаких претензий мы не можем, да, предъявить. Если бы... То есть, если в одной из заправок, которые мы видели, там человек прям взял и прям положил в карман, то здесь его, по сути, засосало. Ну, да. Ну, и, как бы, был ли тут злой умысел или нет, мы сказать не можем. В общем, даже если был, это грамотно, если не было, ну, значит, не было. Поэтому мы не обвинить, не опровергнуть, не что мы сделать можем. Но все равно, заметить его, как бы, ну, очень трудно, да, особенно, если, как бы, это... Ну, у меня было ощущение, что его видно, вот честно. Да, да, да. Ну, то есть, он так, как бы, проплеслось, потом, бац, он лежит прямо здесь. Мы не знаем, куда его взгляд был. Да, да, естественно. Налево, направо, не сверху, ничего, к сожалению, утверждать мы не можем. Это такая двоякая ситуация, и она, как бы, недоказуемая, по сути. Да. Поэтому ничего больше не скажешь. Ну, вот, Слав, прошло какое-то время уже, мы с тобой тут едем домой, и давай, вот, уже, как бы, без эмоций, как ты думаешь, все-таки был у него умысел украсть или нет? Да, б***ь, как без эмоций, ну, то есть, это, это, на самом деле, очень интересно. Я думаю, что, исходя из того, какой контингент работает на мойках, вот, как правило, люди низкой квалификации, без высшего образования, ну, или с высшим, но все равно, то есть, по сути, редко на мойке встретишь, там, какого-то интеллектуала, ну, как бы, это неудивительно, что происходят такие вещи, которые мы сейчас видели. Взял ли он себе его специально засосал, чтобы потом достать. То есть, у меня больше я склоняюсь к тому, что он действительно его увидел, потому что, когда косарь этот выпал, была небольшая пауза в движениях. То есть, он как-то, вот, он сделал паузу, такое ощущение, что он его увидел, и задумался на несколько секунд, что с этим делать. Опять же, знаешь, что я тебе хочу сказать? Очень странный мойщик, который будет не замечать то, что он пылесосит. Ну, как бы, это надо быть, ну, как бы, совсем странным человеком, чтобы работать на работе, где нужно убираться, и не видеть, что ты убираешь. С другой стороны, ты видел, как он забирал мусор в самом начале? Он забирал просто все, вот, как бы, как будто это просто все можно выкидывать. Ты, когда выкидываешь мусор, ты же не смотришь особо так вот, ты просто все скомкиваешь и выкидываешь, правильно? Но все равно, скомкав мусор, там не было косаря. Ну, да. То есть, косарь потом, как бы, он, косарь, по сути, остался предпоследним. Ну, я поэтому и сказал, что, скорее всего, я склоняюсь к тому, что он его увидел и специально засосал, чтобы потом достать. Ну, с другой стороны, опять же, вот тут просто много сторон, я хочу просто максимально объективную оценку дать ребятам, которые смотрят это видео, чтобы они сами тоже решили. Кстати, вот, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, это очень интересно, потому что, вот, мы почитаем ваши комменты, нам интересно. Именно по этому случаю, вот, что вы думаете, брал он специально или нет? Да, потому что он ушел после мойки от машины, он не стал лезть в этот пылесос, то есть, я не знаю, как он, когда он собирался это делать, если он это делал специально. Фиг, я знаю, это момент интересный. Короче, да, пишите в комментариях, собственно, что вы думаете по этому поводу. С вами был Слава Меланхолик, все ссылочки на него в описании, там вы на канале увидите очень много крутых видео, связанных с психологией. Да, Слав? Ну, не том числе, а психологией, там много чего интересного, так что обязательно заходите, увидимся там. Вот, а на меня вы, друзья, знаете, где подписываться тоже, где ставить лайк, писать комментарии, короче, будьте внимательны и следите за своими вещами. Все, что я хочу вам сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!